Пятница, 13-е. Издавна люди считают, что этот день может принести много неудач. Не рекомендуется заключать сделки, ложиться в больницу, отправляться в путешествия и заключать браки. Но Олег и Ольга в эти суеверия не верят и считают, что свадьба в этот день к счастью. Мы абсолютно не суеверные люди, поэтому да. Плюс 13-е это наше. Для нас это да, даже как более счастливое число в нашей жизни. Да, оно везде фигурирует и дни рождения, и даты. Пары выходят из дворца бракосочетания одна за одной. Мы это число выбрали по приколу. Я лично в приметы некоторые верю, но это число является также моим счастливым. Поэтому и выбрали пятницу 13-е. Ну, в приметы не верим. Если всё и будет плохо, то не из-за примет. Согласно поверьям, в пятницу 13-го на шабаш слетались 12 ведьм, собирались упыри и прочая нечисть. В разгар веселья, когда восходит полная луна, 13-м появлялся сатана. Некоторые теологи полагают, что именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод. Древние римляне называли 13 числом смерти. А вот харьковчанка Елена Чуб считает, каждый день нужно настраивать себя на хорошее, и тогда не будет никаких неудач. Ничего не пугает, хороший день, замечательно, солнышко светит, тепло. Да, всегда 13-го везёт. И вообще любимое число. На экзаменах всегда все билеты были 13-е. Ничего страшного в этой дате не видит и астропсихолог Лариса Грейс. Достаточно поверить, принять что-то за какое-то событие, и ты его уже будешь бояться или не будешь бояться. С точки зрения психологии, с точки зрения эзотерики, пятница 13-го июля не несёт никакой психологической нагрузки и событийной тем более. В этом году пятница 13-я необычно только солнечным затмением, отмечает астропсихолог. Однако в этот раз увидеть его можно было только в Антарктиде и Австралии. Ежегодно происходит минимум два солнечных затмения, поэтому это нередкое явление. Данное затмение, этим интересно, что оно находится на оси рак-козерок. Это значит, что происходит смена приоритетов, смена жизненных установок. Особенно это касается лиц, которые родились с 11 по 15 июля. У них кардинально меняется жизненная платформа. Всё зависит от настроя, уверены Максим и Михаил. Парни работают на детской железной дороге. По их словам, в пятницу 13-го происходит всё самое лучшее. Если я настроен, что у меня хорошее настроение, значит у меня будет хорошее настроение. Если плохое, значит плохое. Я желаю всем делать то, что они хотят, не смотреть ни на что. Пятница 13-я. Анна Шевченко, Александр Адамчук и Дмитрий Герасимов. Медиагруппа «Объектив». Продолжение следует... Продолжение следует...